раннее раннее утро какое солнце всем привет друзья добро пожаловать в мой блог сегодня мы отправимся в американское путешествие в гору чтобы покататься на лыжах так что тут у нас 4 30 раннее раннее утро мы едем в горы и так пол шестого утра солнце еще не видно идем на автобусную остановку на улице минус 15 в горах минус 25 чувствуется как минус 42 надеюсь я не приглашусь там снеговичка вот наш автобусик подъехал будем готовиться вот такая вот красота остановочка у нас рассказываю находимся мы в штате нью-хэмпшир это на север от бостона нас на север от штата массачусет такой штат полон природы гор лесов не урбан не городской больше именно такой сельской штат интересная природа и ехать нам еще два часа на север ну что ж вот мы и приехали на местное назначение на горы посмотрите какая красота какое солнце вроде должно было быть минус 20 на что-то вообще не холодно даже как-то жарко ну что пойдем катать и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Как вы можете видеть, горки у них очень хорошие Легко быстро разгоняться, людей не так много Но также, хоть мне природа больше всего нравится у нас в Украине, в Буковеле или в других горах в Украине В этом ски-резорте, который называется Санды Ривер Очень красивая природа КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Ну что ж, давайте теперь поговорим о плюсах и минусах И попробуем разобраться, где же лучше в Украине или тут Ну если говорить о плюсах, то мне очень понравилась организованность Очень понравилось отношение людей друг к другу Никто не толкается Очередь на подъемник очень организована Люди группируются по 4 человека Есть специальные эмплуи, которые регулируют и смотрят, чтобы люди не толпились Чтобы люди проходили быстро Также на спусках никто друг друга не подрезает Это, конечно, огромный плюс И вообще огромный плюс американского и европейского менталитета по сравнению с нашим Второй плюс, это, конечно же, качество оборудования, качество лыж У меня на самом деле никогда не было таких хорошо наточенных лыж Я всегда арендовал лыжи, но никогда не было, чтобы они были настолько наточены И настолько быстро разгонялись и легко У них такая система, что можно сказать, что ты начинающий Или же, если ты профессионал или уже продвинутый То можешь сказать, что ты продвинутый, что я и сделал И тебе дадут такие наточенные лыжи, на которых очень быстро разгоняешься Но отсюда мы перетечем в минусы Большие минусы, это, конечно, цены Аренда снаряжения стоит баснословных денег Вообще, большинство американцев и даже европейцев Они покупают лыжное оборудование, лыжи И я вам скажу, что это намного удобнее, чем каждый раз Мерить эти ботинки, подойдут, не подойдут Лучше сразу померить, купить хорошего качества и кататься Если, конечно, ты этим занимаешься и любишь кататься А не просто любить или раз в три года покататься Холодно, как я уже говорил в этом видео, что я пожалею Было минус 20, но при этом сильнейший ветер Оно чувствовалось как минус 35 У меня не было балаклавы Она, конечно, продавалась, но, опять же, минус цены Балаклава стоила 40 долларов Это просто невыносимо, какие у них высокие цены Было настолько холодно, обжигающий ветер Просто перчатки невозможно было снять даже на 10 секунд Потому что руки сразу превращаются в ледышки И ты их просто не чувствуешь Они окоченеют и ужасно болят Как будто бы ожог холодом получаешь Также из-за такой низкой температуры Многие участки на спусках, на трассах Были покрыты льдом, сплошным льдом И на этих участках иногда нельзя было затормозить вообще То есть люди просто падали То есть это тоже большой минус Надо как-то следить, надо как-то больше искусственного снега делать Или предупреждать людей закрывать эти трассы Потому что это реально опасно В общем, Сандэ Ривер оставил мне положительные эмоции Могу сказать, что по сравнению с Букавелли То тут больше профессионалов все-таки И людей, которые уже умеют кататься В этом районе живет много людей И Бостон, и Нью-Йорк И многие ездят кататься в горы Вот в этот штат Нью-Хэмпшир Поэтому люди уже обучены И в отличие от Букавелли, где, я бы сказал, больше половины Даже где-то 70% это обычные отдыхающие Туристы, которые особо не умеют кататься Которые приехали выпить И отдохнуть, погулять, а не покататься То тут, наоборот, 70% это уже люди, профессионалы Которые умеют кататься И даже дети Дети и катались иногда наравне со мной То есть на абсолютно пологих трассах И совсем маленькие дети Лет, не знаю, 7-6 И это их не пугало ни их, ни их родителей Что касается вообще гор в Украине, Букавелли То ничто не сравнится с украинской природой С тем, с той красотой, что мы имеем Карпатские горы, Карпаты Нашим курортам есть к чему стремиться И нашим людям есть к чему стремиться Но мне очень нравится кататься в Букавелли Особенно, когда не так много людей Когда там поменьше людей И когда ты можешь спокойно насладиться подъемниками Вот тогда в Букавелли реально круто Спасибо за просмотр Ставьте лайк, если вам нравится Подписывайтесь на мой канал До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok